МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мечтаете, чтобы Сашка Захарченко президентом Украины стал? Ха-ха, ну да, это боится. Нам кажется, это было бы эпично. Ведь если сельдмаршал из Донецка Лондон взять грозился, то сидя в Киеве запросто может и межгалактический поход на Марс объявить. Равенство и красство на самом деле приветствуются во всей галактике Вселенной. У нас поддерживают всех. Хотя, с другой стороны, может, Прилепин в грибном угаре оговорился просто. Рейтинги у Сашки-то действительно космические. Правда, не в Украине, а в Малороссии. Но не зря же ее Санчо пафосно провозгласил. Предлагаем переучредить государство и на месте бывшей Украины, опираясь на историческое предпосылки, учредить государство Малороссия. Государство Малороссия. Малороссия. А потом не менее пафосно слился. Инициатива вызвала большой резонанс. Причем мы создавали нового государства. Создавали нового государства. Ну, что сказать, мужик, кремень, за слова всегда отвечает. Впрочем, в молодых республиках такой подход к делу – обычное явление. Помните сладкие песни, мол, приезжайте-ка укропы в Дырляндию лечиться? В Донецкой Народной Республике бесплатную медицинскую помощь могут получить жители Донецкой области, которые проживают на территории временно подконтрольной Украине. У нас, мол, медицина бесплатная – такой коммунизм, что мама не горюет. Жители территории подконтрольной Украине, так же, как и жители ДНР, могут бесплатно получить необходимую медицинскую помощь. Возможно, проведение даже серьезных и дорогостоящих операций. Но вот в Донецке случается взрыв. Около 17 часов вечера по улице Красноармейской в Донецке произошел взрыв в пятиэтажном доме. Есть пострадавшие. В больницу с ожогами попадает девушка. И что же мы читаем на страницах местных волонтеров? Ребят, срочно нужно 10 тысяч на лекарство для девушки, которая пострадала во время взрыва в Донецке вчера. Обратите внимание, деньги собираются не на лечение за границей, и не на апельсинки-мандаринки, а именно на лекарства. Нужно 10 тысяч на лекарства. И так и хочется сказать, Стопенгаген, пацаны, а как же бесплатная медицина? В ДНР помогают не только финансово, но и предоставляют бесплатную медицинскую помощь. Какие там укропы, если вы со своих за лечение бешеные деньги дерете? И это тот самый случай, когда даже делать ничего не надо. Они же сами себя разоблачают, причем везде, куда ни пли. Для начала один из лидеров боевиков, российский генерал Дубинский с позывным «Хмурый», мастерски опознал украдиверсантов, показанных всеми федеральными каналами. Цирк никак не уеет. Оба диверсанта, задержанных в ДНР, достаточно известны люди в ЛНР. Бывший командир бригады Одесса и заместитель одного из министров ЛНР – клоуны. Согласитесь, это совершенно чудесно. Из-за Останкина людям сутками напролет по ушам катались о работниках СБУ. А тут вот в Амнате командир сепарского батальона Одесса и один из помощников министра святой Луганды. Достаточно известные люди в ЛНР. Бывший командир бригады Одесса и заместитель одного из министров ЛНР – клоуны. Как говорится, украдиверсанты – такие украдиверсанты. Впрочем, среди множества фейков и явно левых персонажей есть в тылу люди, отрабатывающие каждую гривну. Каждый килограмм подпольно заезжающий в Луганск домашней колбасы. Как это у нас заходит столько говядины со стороны ДНР? У них там по жизни не было столько коров и быков. Вы, наверное, узнали героя Украины, чей портрет висит на каждом этаже главного управления СБУ. Причем вполне заслуженно. Два года подряд агент с позывным «Колыван», не покладая рук, зачищал подконтрольную территорию от боевиков. У нашего режиссера монтажа уже рука устает рисовать крестики, накрякнувших в святой Луганде недоросок. Но отработав на 5 с плюсом по ликвидации, агент «Колыван» не опустил руки и взялся работать на благо Украины по контрпропаганде. Сегодня, я думаю, как раз и пройдет вот тот маленький срез того, что на самом деле у нас происходит в республике. Иначе чем еще объяснить просто феерический слив компромата на последнем заседании типа министров ЛНР? Вот если вы не верите нам, то послушайте сами. Также принцессор города Луганска, Люцова Нина Васильевна. Слово, если вам, что в Европе проживаете вы, министр внутреннего дела? Кто сразу не понял, о чем речь? Господа министры вслух и перед камерами сообщают Платве, что некто «Корнет» отжал у женщины квартиру и чудесно проживает там, не впуская хозяйку. Неоднократно она приколила себе на свою частную собственность, и ваша охрана не выпуская. Заметьте, агент Колыван при этом молчит, не отжигает ни о свиньях. Понимаете, свиньи – это, в конце концов, не сигареты. Они хотя бы хрюкают, когда их везут. Не о приготовлении мороженого. Берется пол-литра молока, банка сгущенки, ну и если там по желанию одно или два яйца, все это взбивается и на минус 40 выкидывается. Вот там мороженое. А не сухое. А все потому, что дядька строго следует методичке СБУ. Нельзя перебивать недоросов, когда те несут в массы зраду. Ведь, по сути, эти типа министры признают то, о чем в Украине говорили с самого начала. Русская весна подняла наверх обитателей дна. Алкоголиков типа Пургина, аферистов типа Пушилки. Что нам дает МММ? МММ в первую очередь дает свободу. Каждый МММщик, включая Сергея Пантелеевича Мавроди, включая каждого из нас, это мошенник. Это мошенник. Пастуховскую гопоту вроде Захарки, маньяков, нацистов типа Мельчакова. Теперь вся эта публика типа уважаемые люди. Перешли из рюмочных в дорогие рестораны. Вот вы думаете, кто такой этот самый забравший у женщины квартиру корнет? Также линице города Луганска, Левцова, Игорь Васильевич. Слово, если Иван, что в ней в доме проживает львы. Левый Вася какой-то или простой боевик с батальона? Ребятушки, расслабьтесь, квартиру отжал на секундочку главный милиционер святой Луганды. А вместе с квартирой еще и десяток другой машин. После того, когда изымается личная собственность транспорта, необходимо выдавать какие-то документы. Сегодня забиты у вас дворы во всех ВВД транспорта. И уже многие жалуются, что на их транспорт ездят ваши сотрудники. А теперь просто представьте себе масштабы грабежей, если этим занимается даже первый КОП Республики. Выше я являюсь гора на законности. Что тут скажешь? Респект позывному Колывану. Отличная спецоперация. Теперь, если кто заикнется, что отжимы и мародерство это миф у красми, вы им сразу нарезочку из Луганска кидаете. Ведь нет ничего лучше и эффективнее, чем саморазоблачение. Тут, конечно, у многих возникает вопрос. Неужели люди на оккупированных территориях всего этого не замечают? Да, конечно, замечают. От эйфории образца 2014 года в большинстве своем не осталось и следа. Еще годок другой такой жизни и никакая пропаганда работать уже не будет. Даже Захарка с верными эльфами это отлично понимает. Вы вон на интервью до указы посмотрите. Постановляю создать Приазовское казачье войско Донецкой Народной Республики. То есть создаются некие военные структуры, подконтрольные непосредственно сельдьмаршам. Даже кизячков своих Санчо решил устроить. Войсковому атаману представят на утверждение главе Донецкой Народной Республики устав Приазовского казачьего войска, структуру и штатную численность. Зачем все это делается? Явно на случай бунтов изнутри. Конечно, все рассказки про мирных людей с вилами это фантастика. Совсем другое дело бывшие боевики. Особенно первой волны, которые люто ненавидят вороватого Захарку, Ташкента и Ежесними. В то время, когда существует реальная угроза украинских провокаций, о задачах на передовой в приведенном указе ни слова. Ну и правильно. Зачем? Есть другие задачи ведь. Освоить денег и сохранить тушку. Ну а тушку я поздравляю. Молодец, Саша. Пока получилось. С другой стороны, ведь у многих больших людей своя гвардия есть. Папская гвардия, Королевская гвардия Великобритании. Там одна смена караула. Это целое шоу с толпой туристов. Так что за Харченко есть над чем работать. Можно, чтоб синие казачки возле Ога тоже смену караула устраивали. С криками «Ой, мля, тело падает на асфальт!» Туристов не обещаем, а вот мы обязательно покажем. Так что работайте, братья, работайте! И снова наша рубрика «Влябался». Посвящается тем, кто лучше бы молчал, чем говорил. У нас каждый год наступает раздвоение сознания. Неважно, с каким составом участников. От каких-нибудь австралопитеков до... Здравствуйте, это «Вести недели». Это болезнь трудная, потому что больные, буйные, а галлюцинации у них сильные. Это уже про радиоактивный пепел. Все эти смешные, на первый взгляд, заявления, на второй взгляд, кажутся куда более серьезными и опасными. И таблеток, чтобы заставить мыслить, иначе не бывает. Мы свободнее в высказываниях и можем обсуждать все без каких-либо ограничений. Дико даже произносить все это. Вызывает только раздражение, и у вас, я надеюсь, тоже. Вот такой ценой достигается информационное освещение. В отличие от Запада, с его тупой политкорректностью. Дальше все пошло по плану, но тут возникла еще одна сила. Ну, нельзя людям так говорить. Серьезный дядька. На удивление было много здраво, но и все-таки немало чуши. Государственные СМИ сеют рознь и ненависть. События изобретаются полностью. Формат работает. А куча это уже такая, что даже непонятно, как ее потом разгребать. Чего ты нас пугаешь? Ну, мы и так уже пуганы. Одобряю или нет, двойственные чувства. Ой-ой-ой, какие мы вдруг стали нежные.